В эфире новости на шестом канале в студии Валерия Саенко. Здравствуйте. В Гусь-Хрустальном будут судить жителя Молдовы, который три года назад убил сожительницу и сбежал от правосудия в Румынию. Следком сообщает, что в России 37-летний Иоанн Арсений находился незаконно. Проживал в поселке Уршельский Гусь-Хрустального района и неоднократно избивал 38-летнюю сожительницу за то, что она якобы злоупотребляла спиртным. В марте 2015-го от побоев женщина скончалась, а Иоанн Арсений скрылся. С помощью Интерпола его нашли в Румынии, и эта страна выдала его России. Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Мать погибшей заявила о материальных претензиях к обвиняемому. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Он решил уехать в Молдову. Но в Румынию, как говорится, неподалеку. Там проще затеряться, как он для себя решил. Поэтому все эти годы, все три года практически он проживал на территории Румынии. Но сумели установить его местонахождение. И законным способом, предусмотренным, его экстрадировали в Россию. Контроль за меховыми изделиями. Управление Роспотребнадзора провело плановый рейд по меховым салонам. Проверяли шубы и пальто с меховыми воротниками. При этом использовали средства сканирования. К проверяющим присоединился и Константин Миронов. Небольшой чип на меховом изделии – обязательный атрибут. С помощью него покупатель сможет узнать все о товаре, который привлек его внимание. Именно таким способом государство борется с контрафактом. Сегодня Управление Роспотребнадзора проводит очередной рейд в меховом салоне. У надзорного ведомства специальный сканер, который считывает всю необходимую информацию об изделии. Когда прикладывается непосредственно наше оборудование к КИЗу, то есть вот, например, номер конечной цифры 54 845, это отражается на компьютере. На компьютере сразу идёт номинование изделия, изготовитель изделия, размер, цвет меха, где оно произведено, дата и декларация соответственно. Основание чего произведено – это шубка произведена. Кроме того, вся вот эта информация, которая считывается с КИЗа, она и представлена на маркировке. КИЗ – контрольно-идентификационный знак. Как раз тот самый чип, который хранит в себе информацию об изделии. Прикреплён он может быть в любом месте – шуба или пальто, отделанного меховым воротом. КИЗы бывают двух цветов. Красное означает, что изделие импортного производства. Зелёный – отечественного. Изделие без маркировки управление Роспотребнадзора конфискует и через суд штрафует нарушителя. Если магазины, торгующие меховыми изделиями, не предоставляют чипы и либо маркировка не соответствует требованиям российского законодательства, этот предприниматель подвергается административной ответственности по статье «Реализация товаров без маркировки». И этот товар подлежит конфискации. Что же делать обычному покупателю? Ведь специального сканера у него нет. Ответ очень прост. Сканер заменит обычный телефон. Для этого нужно скачать специальное приложение и с помощью QR-кода получить всю информацию о желанной покупке. Любой покупатель, любой человек может скачать все приложения на телефон в данном случае и работать таким образом. Подносите, сразу срабатывает и всё выдаёт. Полностью информацию об этом изделии. Где произведено, какой фабрикой. Здесь должно будет совпадать всё, что здесь высветилось и здесь на этикеточке. Несмотря на то, что государство обязало чипировать меховые изделия ещё с октября 2016 года, нарушений всё равно есть. Хоть их и стало меньше. С начала лета Управление Роспотребнадзора выявило 22 магазина-нарушителя по всей области. Общая сумма фальсификата, изъятого у недобросовестных торговцев, составила 9 миллионов рублей. Плановые проверки продлятся до конца этого года. Константин Миронов и Дмитрий Журавлёв. Шестой канал. Кто лучше распорядится градостроительными полномочиями? Этот вопрос сегодня решали на очередном заседании Заксобрания области. Обсуждался законопроект о возвращении градостроительных полномочий муниципалитетам. Напомним, сейчас определяют землю под строительством может только областная власть. Кто поддержал законопроект, а кто был против, расскажем далее. Градостроительные полномочия в видении области чуть больше года. А у муниципальных чиновников претензий к работе региональных властей уже накопилось много. Без нужной экспертизы напротив Казанской церкви выдали разрешение на строительство многоэтажки. С разрешения департамента строительства в Перекопском городке должно появиться высотное жилое здание, которое по сути уничтожит единственный благоустроенный сквер в военном городке. Вы выдали за это время 286 ГПЗУ. Ни одно ГПЗУ не было по нормативу выпущено. И как сейчас застройщики будут это осуществлять и работать, это большой вопрос. Вы выдавали ГПЗУ, вы, это я говорю администрации области, и с нарушением красных линий, и в охранных зонах. Все эти ГПЗУ и все нормативные базы, они по закону должны были попадать к нам в течение 7 дней. Попадали они к нам с глубоким опозданием. Областные чиновники не согласны. Максим Брусенцов, новый в Рио замгубернатора, убежден. У строителей претензий к областной власти нет. Они сказали немножко другую позицию. Они сказали, что за период работы по данному направлению администрации области в лице департамента строительства, они удовлетворены работой департамента. Проблем нет. И статистика, которую провели мы, показывает то, что работа департамента в два раза эффективнее по вопросу выдачи решения на строительство. Крадостроительные полномочия в руки областных чиновников отдали депутаты ЗАГСобрания прошлого созыва. Сегодня спикер обл. парламента Владимир Киселев признает, такой шаг был ошибкой. Прежний губернатор Светлана Орлова долго убеждала депутатов, что за градостроительную политику должна отвечать именно региональная власть. Народные избранники закон приняли, но уже пожалели. Сильно не тот, кто прет тупо вперед, а тот, кто может признавать свои ошибки. И я считаю, что тогда законодательное собрание совершило ошибку. Потому что мы неоднократно разговаривали с бывшим губернатором на эту тему. Я был категорическим противником принятия изначально данных законов. Но нас убедили. Сейчас аналогичный процесс возврата полномочий муниципалитетам проходит в нескольких крупных регионах страны. Свердловской, Кемеровской, Самарской областях и Приморском крае. В нашей области вернуть градостроительные полномочия муниципалитетам предложили депутаты ЗАГСобрания. Законопроект разрабатывали члены разных фракций. Для изучения вопроса создали рабочую группу. Туда вошли депутаты, общественники и надзорные органы. Рабочая группа большинством голосов передачу полномочий поддержала. У нас главным носителем власти, я повторюсь, в стране и в том числе в городе Владимире является народ. Народ делегировал данные полномочия, в том числе данные полномочия администрации города Владимир. А конкретно депутатам, которые потом выбрали главу администрации. Область такими полномочиями главный носитель власти в нашей стране не наделял. Мы постоянно выступаем за развитие местного самоуправления. Естественно, выступаем за то, чтобы у местного самоуправления было больше полномочий. Ну, естественно, с финансовым подкреплением. А полномочия в градостроительной сфере, собственно, они закреплены в 131 федеральном законе. Это справедливо. К тому же передача градостроительных полномочий муниципалитетам сэкономит областному бюджету порядка 10 миллионов рублей каждый год. Деньги можно направить на социальную сферу. В итоге большинство депутатов законопроект поддержало. Градостроительные полномочия городу вернут с 1 января 2019 года. Валерия Саянко, Александр Можаров, 6 канал. К снегопадам готовы. Нынешней зимой убирать городские улицы от снега будут 130 единиц техники. В преддверии наступления зимнего сезона в городском центре управления дорогами рассказали об особенностях расчистки автомагистрали и продемонстрировали часть спецтранспорта, с помощью которого будут наводить порядок в областном центре. В мэрии заверяют жителей, что зима не застанет коммунальщиков врасплох. О случаях нарушения графиков уборки городских улиц можно будет сообщать на горячую линию. Подробности у Оксаны Любимовой. В этом сезоне зима еще не испытывала центр управления городскими дорогами сильными снегопадами. Но владимирские коммунальщики с уверенностью заявляют, к зимним сюрпризам готовы. Убирать владимирские улицы от снега и льда будут 130 единиц техники и больше четырех сотен сотрудников ЦУГД. Весь транспорт уже прошел техосмотр и готов к работе. Первый этап у нас идет обработка противогололедного материала, второй этап сдвигания и подметания. Между этими циклами рабочими определенная выдержка создается. В случае снегопада, который не прекращается, эти циклы повторяются. И у нас задействуют порядка 56 водителей, которые между собой распределяют маршрутные карты и в круглосуточном режиме сочетают работу. На традиционном параде снегоуборочной техники лишь часть арсенала Центра управления городскими дорогами. Автогрейдеры, погрузочная техника и комбинированные дорожные машины. Территория, которую предстоит убирать от сугробов и наледи, больше трех с половиной миллионов квадратных метров. Обрабатывать автомагистрали будут песко-соляной смесью. Город уже закупил к зиме 30 тысяч тонн реагентов. Кстати, о случаях некачественной уборки жители смогут сообщать на горячую линию. Идет взаимодействие с районными администрациями, с жителями. Мы принимаем заявки от жителей города о проблемных участках на тех или иных улицах. Данную заявку можно отправить по телефону 479094. В Центре управления городскими дорогами говорят, качество уборки не всегда зависит только от коммунальных служб. Сергей Шмелев больше 10 лет работает водителем снегоуборочной машины. Он вместе с коллегами не раз сталкивался с тем, что жители сами мешают расчищать дороги во время снегопадов. Нам не уступать, соответственно, получается, за туры в городе. И наледь за эту получается. А потом еще нас обвиняют, что мы им не посыпали или что-то остальное. Помимо дорог, коммунальщикам предстоит ежедневно убирать наледь почти с трех сотен остановок общественного транспорта. Сейчас в ЦУГД дополнительно принимают на работу новых сотрудников. Будем рады, если к нам придут дополнительные сотрудники, квалифицированные сотрудники по уборке территории. Также было бы неплохо, если к нам пришли бы машинисты-автогрейдеры, водители погрузчиков и экскаваторы. По распоряжению главы администрации города Андрея Шохина, Центр управления городскими дорогами с 1 декабря переходит на круглосуточный режим работы. Однако, по прогнозу синоптиков, сильные снегопады могут начаться уже в ближайшие дни. В ЦУГД заверяют, что готовы организовать 24-часовой рабочий график персонала и техники в случае первой необходимости. Оксана Любимова, Егор Хребко, 6 канал. МЧС по Владимирской области предупреждает об ухудшении погоды. В ближайшие сутки возможна метель с порывами ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью может опуститься до 9 градусов мороза на дорогах гололедица. В таких условиях повышается риск возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций. Могут быть перебои с электроснабжением, падение деревьев и рекламных конструкций. Граждан просят быть осторожными, а водители отказаться от поездок на личном транспорте. А теперь коротко о других новостях. Жители еще одного населенного пункта в Суздальском районе получили возможность пользоваться природным газом. В деревне Воронцово ввели межпоселковый газопровод. Газификация стала возможной в результате сотрудничества газовиков, органов власти и самих жителей, за счет средств которых была разработана проектная документация, построены распределительные сети. Всего природным газом обеспечено 65 домов. До конца года в Суздальском районе газ придет также в село Малахово и Кистыш, а также в деревню Внуково. Со знакомительным визитом Главное управление МЧС по Владимирской области посетил временно исполняющий обязанности первого зама губернатора Александр Байер. По указанию губернатора Сипягина, теперь он будет курировать на уровне региона вопросы предупреждения и ликвидации происшествий и чрезвычайных ситуаций. Александру Байеру показали Центр управления кризисными ситуациями, проводили на плац, где продемонстрировали силы и средства аварийно-спасательной службы, а также передвижной оперативный штаб, предназначенный для работы в зоне чрезвычайных ситуаций. С руководящим составом Главного управления МЧС Байер обсудил основные риски, которым подвержена Владимирская область. Речь шла о природных пожарах, паводковых явлениях, о нарушениях в работе систем жизнеобеспечения. В Рио вице-губернатор отметил важность тренировочных мероприятий, в ходе которых отрабатываются алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации и значимость дежурных. От их умения правильно оценить оперативную обстановку зависит окончательный результат. Региональное управление МЧС стало одним из первых ведомств, которые посетил после своего назначения Александр Байер. В сельском здравоохранении теперь на 11 специалистов больше привлекли их по областной программе «Земский фельдшер». Медики будут работать в ФАПах Киржачского, Меленковского, Ковровского, Собинского, Судогодского, Гусь-Хрустального и Александровского районов. Как сообщает пресс-служба Белого дома по программе «Земский фельдшер», специалисты среднего звена в возрасте до 40 лет получили по 500 тысяч рублей. При этом фельдшеры взяли на себя обязательство отработать в ФАПах не менее пяти лет. Неделя приема граждан проводится традиционно по всей России в последних числах ноября и в первых числах декабря и приурочена ко дню рождения партии власти. В этом году жалобы населения будут выслушивать с 26 по 30 ноября, как обычно в региональной общественной приемной партии «Единая Россия». В рамках недели приема граждан с жителями встретятся руководители и депутаты законодательного собрания, член Совета Федерации, руководители города Владимира, депутаты городского совета. График приема можно посмотреть на сайте приемная33.ру Чтобы профессия радовала и приносила пользу. Впервые во Владимире стартовал межрегиональный кадровый форум молодежь в траектории профессионального будущего. Инициатор и организатор форума – департамент по труду и занятости администрации области. Главные цели – выявить, как в современном мире подготовить профессиональные кадры, помочь молодежи определиться с выбором будущей специальности, а после обучения и трудоустроиться, желательно в своем регионе. На открытии форума побывала Маргарита Махрова. Герман Гетманов – будущий молодой специалист. Получает экономическое образование и мечтает открыть свое дело. Студент переживает, что в нашей области не сможет найти достойную работу, поэтому дальше планирует покорять столицу. Экономика более такая обширная, то есть в дальнейшем можно много выбрать специальностей отдельных для получения регистратуры. По прогнозам специалистов, спустя чуть больше 10 лет исчезнут 67 привычных сейчас профессий. Зато появится 188 новых. Так, например, к 2030 году на смену экскурсоводам и туроператорам могут прийти режиссеры индивидуальных туров, а охранников ЗМИ – дистанционные координаторы безопасности. Специально для кадров будущего в России был разработан проект «Атлас новых профессий». Его руководитель Дмитрий Судаков тоже приехал на форум во Владимир, чтобы поделиться современными подходами к профориентации молодежи. Он уверен, универсального рецепта кем быть в настоящее время не существует. Так, востребованная профессия программист уже сейчас начинает расширяться. IT плюс стройка, IT плюс, не знаю, кулинария, да, везде вот как бы проникает IT. И в этом смысле, ну как бы, если ты просто программист, ну это как сказать, я умею, там, не знаю, набивать текст на компьютере. Чем более уникальным специалистом мы себя сможем выстроить, тем более, ну скажем так, востребованным, оплачиваемым специалистом мы будем в завтрашнем дне. Как получить профессиональное образование и найти хорошую работу по специальности, не покидая родной регион? Эти вопросы в течение двух дней будут обсуждать в рамках первого в области межрегионального кадрового форума. Называется он «Молодежь. Траектории профессионального будущего». Его инициатором стал региональный департамент по труду и занятости населения. В числе участников – школьники, студенты, крупные организации, компании-работодатели региона, а также специалисты в области образования, трудоустройства, представители профильных департаментов области. Кроме того, для обмена опытом на форум приехали представители Ивановской, Костромской, Рязанской, Ярославской областей и Татарстана. Один из главных секретов правильного выбора профессии для родителей – с раннего детства наблюдать за своим ребенком и не давить авторитетом. Как можно больше давать ребенку возможности увидеть разное. Увидеть доктора, поиграть в доктора, увидеть повара, поиграть в повара. Игрушки, которые не просто, а игрушки развивающие, игрушки развивающие какие-то определенные навыки. И тогда действительно формируется какой-то интерес, и тогда становится видно. А взрослые мы все как раз в помощь. В помощь в детском возрасте, в помощь в подростковом возрасте, в помощь уже в том возрасте, когда ребята становятся взрослыми и уже выбрали профессию. В Владимирской области нужны молодые специалисты, особенно в промышленности и сельском хозяйстве. Без опыта работы устроиться сложно. Чтобы выпускник не терялся и целенаправленно шел работать по той профессии, которую получил, в регионе налажена система стажировок и наставничества. Это когда в разных организациях и на предприятиях молодежь прикрепляют к опытным руководителям-помощникам. На сегодняшний момент заключено около ста тройственных соглашений. Это ВЛГУ, департамент по труду и занятости и предприятия. То есть студент, который обучается в учебном заведении, он проходит стажировку на предприятии. В том числе и мы, так сказать, вновь реанимируем позицию наставничества. Форум проходит на разных площадках города. Молодые люди смогут поучаствовать в мастер-классах, тренингах и тестированиях, посвященных профессиональному развитию и трудоустройству. А еще узнать секреты успеха от начинающих специалистов. Маргарита Махрова, Артем Горчаков, Шестой канал. Это все, о чем мы вам успели сегодня рассказать. Еще больше новостей ищите на нашем сайте 6tv.ru. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Оставайтесь на Шестом канале. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok